Оказывается, уничтожать зеленую зону в Одессе можно с разрешения местных властей. Это в нашем городе называется благоустройством. А чтобы не было лишних вопросов, сговор между бизнесменами и чиновниками одесситам могут представить как заботу о детях. Крымский бульвар – красивейшая часть жилмассива Котовского. Место прогулок и детских игр. Когда улицу проектировали, посередине совершенно правильно оставили широкие газоны. Нынешние власти и делать-то ничего особо не надо. Деревья посадили предшественники. Осталось всего ничего – высадить кусты и разбить клумбы. А нет. Вместо этого зеленую зону начали уничтожать. Один из больших газонов полностью отдали под бизнес-проект. Настоящая конструкция в дальнейшем будет называться детский аттракцион-автодром. Я надеюсь, что это будет таки автодром, а не очередная забегаловка, очередной павильон. Это не связано с торговлей. Поэтому получено разрешение от рай администрации Суворовской. И занимаемся мы уже неделю. По проекту строение переносное. Конструкция крепится болтами и в случае необходимости разбирается. Но бетонные опоры площадки будущего аттракциона, уходящие на метр в землю, говорят о том, что строится он надолго. В другом месте такое сооружение нареканий не вызвало бы. Пусть бы дети катаются на машинках. Только для этого совсем не обязательно уничтожать газон. Там скамейка, уже урна, все ломают и будут черти шоу. Сколько можно вот этих будок ставить? Я, конечно, не знаю. Если там что-то будет неполезное, то я против. Еще я против того, что машины на газоне везде стоят. И на тротуарах, и на газоне, и под парадными. И никто с этим не борется. На зеленой зоне строить нельзя. Вообще очень негативно. Не нравится. Занимают зеленые площади, наоборот, лучше бы красиво. Какие-то кусты посадили. Вы понимаете, сколько можно вот этих магазинов и каких-то кафе. Лучше бы подумали о зеленых насаждениях. И чистом воздухе на поселке. Мне нравится, как говорил профессор Преображанский в Болгакова. Надо навести порядок в головах, а в туалетах тогда будет чисто. Плохо. Такая красота, нам не надо ее нарушать. Я против. У нас нет информации о том, что чиновники Суворовской администрации получили от заказчика взятку или, как теперь говорят, откат. Строители об этом, естественно, не знают. Их дело выполнить заказ. А даже если взятки не было, почему районная власть позволила строить в зеленой зоне? Обычная безответственность тоже не красит чиновника. Вообще, устанавливать будки и павильоны на газонах в Одессе, к сожалению, становится нормой. И объясняется это мифической заботой о людях. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания КРУГ.